Главе республики за решением вопроса. Сегодня Михаил Игнатьев провел личный прием граждан. Такие встречи проходят регулярно и к руководителю региона обращаются по самым разным темам. Подробности в следующем материале. Встречи в таком формате Михаил Игнатьев проводит не реже четырех раз за год. На очередной прием записались пять человек. Надежда Морозова приехала из Шумерли, она руководитель муниципального ТСЖ «Октябрь». Жители города волнуют регулярные перебои с подачей тепла. Проблему может решить модернизация котельных. В этом году планируется также строительство блочно-модульных котельных в нашем городе. Особенно в районе ШССР. В этом году мы запланировали три котельные строить. Это по перелоку школьной Чайковского Карла Маркса. Ваш микроэм попадает? Попадает. Наверное, Чайковский. Все котельные мы запустим к отопительному сезону. К осени. Ну да, 1 ноября, когда уже нормативы будут обеспечивать. Для этого уже проектно-документация подготовлена, экспертиза проведена. Средства в бюджете мы уже предусмотрели. На постоянном контроле руководителя товарищества собственников жилья и порядок во дворах. Надежда говорит, что региональный оператор вывозит коммунальные отходы по графику без боев. С ноября, с декабря месяца замечательно. Я именно говорю только по своему дому. Я как председатель ТСЖ Октябрь, например, мусорную вывозят постоянно, постоянно. Пропусков нет. У нас все чисто. Вот для учета, для малобеспеченных семей, для тех, кто на самом деле еще мало зарабатывает и не могут зарабатывать, мы в бюджете для них предусматриваем определенную защиту. 300 миллионов рублей заложили отдельные строковыми. Если по факту в прошлом году по республике мы на это расходовали 945 миллионов рублей, поэтому года 300. Те семьи, которые имеют на члена семьи норматив более чем 20%, когда замешается, там есть специальные методики. Мы выплачиваем этим семьям в виде субсидий. То есть гарантируем семье по расходам семейного бюджета восполнить все те услуги, которые по стоимости подорожали к уровню или к факту 2018 года. Из Алатарского района главе региона приехал Валерий Кузин с надеждой решить вопрос газификации улиц. Три года назад он возвел жилой дом в селе Чуварлея, но новоселье пришлось отложить. С супругами материнский капитал вложили. Мы настроены там жить. Но вот сейчас проблема возникла с газом большая. Включение в план по газификации. И, соответственно, на заказ проекта по изыскательным работам и проведению работы соответствующего. Там суть в чем проблема? Там очень большая протяженность получается. То есть практически 2 километра 800 метров газопровод надо провести. Михаил Игнатьев ответил, земельные участки в Чуварлеях газифицируют. Начинать надо с проектной работы. Один вариант, если газопровод 2,8 километра, мы 2800 метров протянем. Или другой вариант. Емкости с жиженным газом, и они будут обеспечивать населенный пункт. А касаясь уже самой работы, конкретной работы, это реально можно начинать уже и завершить в 2020 году, если нормально будет. Это и такое поручение нам. Леану Суркову из Кугес интересует, когда в районной больнице начнется капремонт педиатрического отделения. Там и двери, и полы ветхие уже очень давно. Выделили мы сейчас при уточнении бюджета 5 миллионов, почти 220 тысяч рублей, для того, чтобы начатые работы там все завершить. Вот где-то к 1 октября они должны завершить все эти работы. И вам доложить, и нам доложить. Личные приемы у главы региона зачастую становятся последней инстанцией для тех, чья проблема не решается долго. Все просьбы Михаил Игнатьев адресовал властям муниципалитетов и поручил в сжатые сроки решить актуальные вопросы. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика.